Говоря о саммите Большой Восьмерки, следует признать, что это анахронизм. Это инструмент, который возник сравнительно недавно, но эффективность от него практически нулевая. Это ритуальная встреча, которая, по сути, своей ничего не несет. Единственная, кому она важна, это антиглобалистам, которые используют ее как повод немножко покуражиться над властимущими. Что касается ситуации в Сирии, то я думаю, что здесь очень много личного. Очень много личного, в том числе и для президента Российской Федерации, который, потерпев несколько политических поражений во время Иракской войны, во время ситуации в Ливии, пытается теперь набрать некие очки политические в ситуации с Сирией. Я думаю, что для нас Сирия также важна, как и Монголия, как и Мозамбик, как и Ботсвана, как все что угодно в этой жизни. Но специально педалировать участие России в решении этого конфликта не следует. Почему? Потому что у нас нет там особенно видимых интересов, кроме интересов оборонщиков и оружейников. Но поскольку мы и так будем все равно любому режиму продавать, потому что ничего продавать другое мы не умеем, то я думаю, что кто бы ни пришел к власти, мы все равно найдем возможности коррумпировать этих людей и продавать им свое оружие. Потому что в большинстве своем сделки по оружию крайне бесчестны. Это одни из самых бесчестных видов, так сказать, бизнеса. И даже нелегальный черный бизнес, он, в принципе, сродни тому светлому, который называется официальная торговля оружия в Российской Федерации. Там воровства немерено. Продолжение следует...